Представьте себе, что у меня есть произвольный поликат. И есть некоторые многочлены, все корни, которые мы соединили. Эти самые корни давайте обозначим β1, β2 и так далее. Ну что, тут те же самые, да? Это называется нормальное обширение. Давайте сейчас подумаем, что такое группа автоморфизмов вот этого поля над этим. А на самом деле очень никакого. Ребята, все элементы вот этого хорязня, на самом деле, какие-то многочлены, там, β2, ну, и с коэффициентом. Поэтому, когда вас интересует, куда перейдут элементы вот этого поля, то важно понимать, что достаточно сказать, куда перейдут β. Если вы будете знать, куда перешло β1, куда β2, куда βn, то вы автоматически будете знать все. Потому что любой элемент нужно выбрать, вычислить как многочлен от них, и значит, мы все будем знать. Но, это корни многочленов g. Соответственно, никуда, кроме как в корень в один из корней многочленов g, перейти не могли. Значит, группа автоморфизмов вот такого отширения, что значит автоморфизм над полем, это значит, все вот элементы этого поля должны остаться на месте. Группа автоморфизмов этого отширения, это на самом деле некоторая группа перестановок на этих корнях. Понимаете, бывает так, что корни многочлена связаны между собой каким-то одним способом. Бывает, что знаем два корня многочлена, значит, сразу знаем третий. А бывает, что нет. Давайте я сейчас вам приведу пример расширения, группа автоморфизмов которого, это в точности симметрическая группа. Для того, чтобы вы уже понимали, что вообще-то некоторые примеры мы уже можем вполне себе представить и понять, да? Вот, господа, очень легко, очень легко, такой многочленов. x минус a первое умножить на x минус a второе, x минус a третье, x минус a n. Представьте себе, что у нас вот такое вот уравнение. Ну, всем понятно, какие корни этого уравнения. a1, a2, а далее a, n, это корни. Замечательно. А теперь я выпишу, надеюсь, хорошо известное вам выражение, а именно сумму этих величин, дальше сумму попарных произведений, где вы понимаете? И, наконец, так далее, произведение, где вы понимаете, ребята, и вдруг мы получаем, замечательно, что наш многочлен теперь записывается в таком виде. x в степени n минус e первое, x на минус первое, плюс e второе, x на минус второе, минус и так далее, и так далее, плюс минус один в степени n умножить на e n. Вот такое вот уравнение. И я могу рассмотреть такое ширине полика, к которому присоединены e1 и так далее, e, n, и полика, к которому присоединены a1, a2 и так далее, a, n. Ребята, вот это абсолютно понятная конструкция, если вы, в принципе, понимаете, что такое симметрический многочлен и как вообще воспринимаются скобки. Или вы не понимаете? Вот если перемножаешь скобки, ну, скажем, n равно 2, x минус a1 умножить на x минус a2, что получается улетать? x квадрат минус a1 плюс a2 умножить на x, да, плюс a1 на 2. Так вот смотрите, что я делаю. Я вот это вот a1 плюс a2, это e1, и a1 умножить на 2, это e2. Присоединяю к полю К. Это коэффициент для многочленов. Ну, а a1 на 2, это вот наши те самые буквы. Господа, смотрите, в чем идея. Если считать, что a1, a2 и так далее, a, n, это исполненные величины, а в качестве уравнения рассматривать вот такое вот уравнение, то совершенно понятно, что при любой перестановке а-шек между собой у вас симметрические многочлены не меняются. Согласны? Значит, любая перестановка чисел а между собой дает автоморфизм. Согласны? Кстати, интересный вопрос. А какова степень этого ширина? Как вы видите? То есть, если рассмотреть как векторное пространство, никогда не задумывались. А между тем все очень легко. Когда вы будете присоединять a1, то у вас на самом деле многочлен n-ой степени. Правильно? И от него отожжется 1 линейный множитель. Когда вы будете присоединять a2, то у вас будет n-1 степень. Когда a3, n-2 и так далее, и так далее. Ребята, n-1 степень вот этого расширения, это, конечно же, n-3. А-а.